И снова здравствуйте! Мы продолжаем прямые эфиры на Украл ФТВ. Если с утра вы проснулись с мыслью, что сегодня вам нужно обязательно, непременно стать самым красивым, то конечно вам к нашим партнерам медицинский центр призма, лучшая косметология, самая современная косметология. Но похвалим они же все-таки наши друзья. А мы продолжаем наши политические программы. Михаил Чеплыга, долгожданный. Вы писали, просили. Вот он пришел, Михаил Чеплыгу на студию. Михаил, здравствуйте! Здравствуйте! Уже соскучился завтра! Спасибо огромное! Ну а вот к вам-то как к политехнологу вопрос-то. Скажите, пожалуйста, что с рейтингами? Вот одно, один опрос, одно, другое, другое. Что делать? Как теперь, где, на чем сердце успокоиться? Ну как? Ну всем же надо заработать. Такой праздник жизни, он же бывает крайне редко. Причем, к чести, так скажу, социологов, они всегда все делают правильно. Это как статистика. То есть, вот какой механизм вы заложили, такую цифру вы и получите. Собственно говоря, никого мошенства. То есть, вопрос исключительно в задаче. Помните этот старый анекдот? Два плюс два. Сколько будет? А мы продаем или покупаем? Вот, собственно, то же самое же происходит социология. Это очень хороший анекдот. На самом деле, то есть, уличить их, знаете, там законопроекты какие-то там, про какую-то карну, ветповидальность за эти, блин, социологов, поймать их там по попе настрелять. Все это глупости, потому что для того, чтобы настрелять социолога по попе, надо хотя бы трошки понимать, что такое теория вероятности, там что такое социология, математики, чуть-чуть там хотя бы общие вещи, да. Вот, погрешности, расчет погрешностей, сколько, какие бывают погрешности, чем отличается там аддитивная погрешность, там какой-нибудь другой, ну и так далее. Вот. Но это все очень такие серьезные вещи. Законотворчество, оно не распространяется так широко. А вот идея типа, вот, во всем виноваты клятые социологи, это значит находит живой отклик, потому что деньги, идут социологам, а не к тем, кто читает эту социологию. Понимаете, вот как-то несправедливо, как телевизор, понимаете, деньги идут собственнику, а рекламу я смотрю. Понимаете, вот как-то вот получается вот такая штука. То же самое социология. Давайте разбираться не в самой цифре, потому что цифры, на самом деле, они не говорят ни о чем. Мы можем оценивать тенденции, мы можем оценивать перитоки те или иные, трактовать ее, да. То есть, давайте вот просто представим себе, ну, простую ситуацию. Партия, что такое партия? Партия это не просто какой-то там лицензия на участие в выборах, а это некая структура, то есть, некие люди, которые независимо от чего-то ходят на голосование и поддерживают своего лидера или лидера, я не знаю, как там у нас в феминитиве. В общем, отдельно взятую тимошетку. Вот ходят и все. Вот чтоб ты не рассказал про нее, все равно пойдут и проголосуют. И это абсолютно нормально, поскольку, ну, вот они видят в ней там кого-то. То, что называется, ядерный электорат. Ядерный электорат, да. Но, на самом деле, этот ядерный электорат, они не обязательно члены партии. Это симпатики, да. А есть еще структура членов партии, там есть еще просто там не ядерный электорат, а просто симпатики, да. Ну, и так далее, и так далее. То есть, это те, которые в любую погоду, дождь или снег, они приходят на избирательный участок и голосуют. У них есть места концентрации, да. То есть, у каждого, ну, у каждой партии есть, ну, уже раз взял Батьевщину, на ее примере поговорим, да. То есть, у нее, ну, хотя не самый лучший пример в этом плане, у них равномерная поддержка. То есть, вот у Тимошенко, у нее в хорошем смысле, это очень позитивный результат, у нее равномерная по всей стране. То есть, это, грубо говоря, можно говорить на общенациональный лидер, то есть, нет конкретного пика в конкретном, там, каком-то регионе одном, да. Там есть белосиний электорат, говорят, что он там, юго-восток, там, электорат там националистов, это больше запад, да, там, кого-то центра. Вот Юлия у нее равномерная по всей стране. Но, тем не менее, даже у нее, если хоть равномерная по всей стране, у нее есть, вот, где больше электората, где меньше. В больших городах у нее чуть меньше, а в, например, маленьких городах и селах у нее очень хорошо, ну, так, поддержка и ее идеи там принимаются, особенно там, где земля, то есть вот тема земли и так далее. Это очень хорошо видно на голосованиях в ОТГ. При этом мы понимаем, что, знаете, как местные ОТГ это плоть от плоти и кровь от крови местных жителей. То есть понятно, что тут меньше играет партийный флаг, больше там какая-то вот местная, да, кто-то скажет феодалы, кто-то еще, что, ну, извините, вот такая у нас Украина, знаете. В городах у нас 21 век, и то не во всех районах, вот, а в селах у нас 16 век, ну, вот, примерно так. Не, ну, подождите, ну, вот это вот межличностные контакты, они же важны вот во всем мире, ну, давайте, а Британии, например, что? То же самое. Ну, просто у нас это, понимаете, вот Британия далеко, про нее мало рассказывает, поэтому всем кажется, что Украина уникальна в этом всем, понимаете, и вот, и только у нас вот такие вот ОТГ, хотя если поедем в Польшу, один в один, уже давно то же самое, но Польша далеко, мы про нее мало знаем, и нам кажется, кажется, что там просто коммунизм везде, и все очень справедливо и красиво, вот, хотя то же самое везде, вот, поэтому берем, а теперь представим себе, что мы заказали социологию равномерную, хотя что значит равномерная, мы тут в этой же студии вот обсуждали с вами, по-моему, по поводу того, вот выборка, да, там вот мы делаем выборку расчета, от чего вы рассчитываете, если до сих пор не было переписи населения, и мы не понимаем, что такое генеральная совокупность, ну, то есть вот все мы, это кто, то есть сколько у нас процент коэффициентов, ну, чтобы рассчитывать, сколько у нас процентов, учителей, тех, кто зарабатывает там до, там, пяти тысяч, там, до двадцати тысяч, там, выше, там, пятидесяти тысяч, уровень образования, там, ну, в общем, масса параметров, мы этого не знаем, вопрос, из чего мы формируем свою выборку, да ни с чего, с потолка, по большому счету, ну вот, теперь, значит, идем и говорим, ну, хорошо, значит, даже мы не знаем точного соотношения реального между городскими жителями и сельскими, там, и районами, то есть пока это все на вскидку, вот, ну, или, по крайней мере, по наявных в нас цифрах, не учитывая даже сезонность, например, там, летом, цель села, там, вот, Ровенской области уехали, их надо, чтобы они проголосовали, надо в Польшу съездить, там, вот, они там проголосуют на отдельно взятой грядке, да, то есть вот, но зимой они, в принципе, будут здесь, вот, но это тоже все нужно учитывать, и вот мы идем, и знаем, у Юли, например, весь, вот представим себе крайнюю ситуацию, у Юли весь 100% электорат, это ОТГ, вот они живут там в селах, в городах ноль, ну, то есть уже доведем, утрируем, да, то есть доведем до абсурда, да, ноль. При этом мы проводим социологию, заказываем 2000, как обычно, там, ну, 2200, там, и так далее, заказали, где, ну, вот, нам так кажется, что в селах живет, значит, там, 40%, 60% в городах, соответственно, вот, соответственно, 40% у нас будет по селам респондентов процентов, и 60% респондентов по городам, провели, и что мы получим? Мы получим, что в городах у нее будет ноль, коэффициента мы не установили, то есть мы получим очень низкий для нее результат, потому что мы вот равномерно посчитали вот сколько, куда и как, но откуда же у нее возьмется такой зашкал в день голосования? Да очень просто, потому что мы не учли следующий фактор, мобильность электората в городах, там много денег, летом какая? Высокая, они все выезжают. Кстати, всего только 200 тысяч людей поменяло вместо голосования. Сейчас мы про это тоже скажем. Это интересно. Так вот, мобильность очень высокая в городах, это раз, а в селах мобильность низкая, то есть они, как были, там и остаются, хотя, опять же, есть села, которые целиком выезжают в Польшу, там тоже может быть очень высокая мобильность, но этого социология не учла. У Юли, получается, основной электорат живет там, и если мы хотим узнать, какой реальный ее будет результат, в таком случае нам нужно было бы не опрашивать город, потому что это нет смысла, там ноль. Нам нужно было сначала изучить, где и как живет ее электорат, посчитать вот эти относительные, то есть где, куда и как будет, потом пойти туда и там это замерить, а потом пересчитать это на количество тех, кто пойдет голосовать и явку. Тогда мы увидим реальный результат. А когда мы пришли и замерили среднее по палате, ничего не будет, давайте совершенно простой пример, да. Все книги сконцентрированы на этой полке. Вот рядом со мной стоит полка. Все книги в этой комнате сконцентрированы на этой полке. Но в этой комнате стоят еще полки, но на них нет больше книг. Если мы замерим количество полок, пусть их будет 10, 10, да. Мы говорим, вот мы провели равномерно все 10 полок и тут 0, тут 0, тут 0, тут 0, поскольку... А тут одна книга всего. Ну, то есть мы же только одну смогли выцепить. Получается, у нас, вот мы получим одну книгу на 10 полок. А в день голосования эти не пришли, эти не пришли. Тебе пришла вот эта полка, полная книга. Все. И мы получили 100 книг в день голосования. Все скажут, йой, так а как же социология не показала? Не показала, потому что коэффициент этой полки, где была всего лишь одна книга, нужно было присвоить соответствующий коэффициент. С учетом того, придет эта полка на голосование, будет ли в день голосования столько книг здесь. И мы понимаем, что остальные могут вообще не прийти. Вот, собственно, на пальцах. Да я, может, утрирую, конечно, но... Ну, по крайней мере, это стало понятно. Ну, вот, если все книги сконцентрированы здесь, на этой полке, и эта полка гарантированно приходит на день голосования, и все книги голосуют, то зачем мы тогда замеряли общую температуру по палате с пустыми полками, если там просто нет книг? Но, социология выйдет, мы равномерно опросили все жители всех полок, вот там терроры погрешность составила. До пятой точки это погрешность. Более того, от явки будет зависеть. Ну, смотрите, в абсолютных цифрах. Например, все книги, вот здесь у нас 100 книг на этой полке. Из них 10 книг, точно наших, которые я в день голосования, я принесу с собой. 100%. Касательно 90 остальных книг, я не знаю, кто их принесет, принесут ли их вообще, и где они будут. Но эти 10 я точно знаю, что в день голосования не придут. Всего 100 книг. Если же приходит социология, делает с реестром, кто-то скажет, я приду, кто-то не приду. Предположим, 100% приходят. Я точно гарантирую, что эти 10 книг тоже придут, и они проголосуют за меня. Я точно знаю, потому что я их принес. Это будет 1%. То есть 10 книг от 100 рассчитываем, вот это и будет наш процент. А если в день голосования придет не 100 книг, а придется лишь 50 книг, но мои 10 точно приходят. То есть теперь мы считаем 10 от 50, а не от 100. По факту, понимаете? И вот эти вот проценты, это всегда относительно. Есть абсолютные цифры голосов, всегда дают, да, сколько проголосовало в абсолютных миллионах, да, и сколько процентов. Это разные вещи. Процент это относительно. Все спрашиваете относительно чего? То есть тогда вообще на сегодня непонятно, какие партии могут пройти? Вообще не понятно. Вот из того, что вы говорите. Правильно, поэтому я говорю, ребята, да показывайте любую социологию, это просто давление на массу. Вот если я сейчас возьму и нарисую там, грубо говоря, Чаплыга, который вот, может быть, я, а, жалко, уже сегодня не могу выдвинуться. Вот, если бы я сегодня выдвинулся, да, и сразу бы нарисовал себе опрос, там, написал, Чаплыга там, 73%, да, вот 73%. Я обманул? Нет, не обманул. Потому что я провел там опрос, грубо говоря, в этой комнате, согласно вот этого опроса, 73%. Мы даже 80 бы вам дали. Можно 80, запросто. Социология – это просто инструмент психологической борьбы. Все, что вам дают бесплатно. А вы заплатили за социологию? Анкета сколько стоит одна? Сколько? 10 баксов? Одна анкета? 10 долларов одна анкета? Это очень дешево. Это очень дешево. Это без там всяких вариантов. Итого, две тысячи опрос, да, это сколько у нас получается? Уже 20 тысяч. Это без оценки, анализа, это же такие толмуды, да, еще представление, информация, еще фокус-группа, еще глубинные. Ну, в общем, короче говоря, нормальная социология где-то будет, ну, тридцатник, ну, под полтинник, да, может под полтинник, в зависимости от того, что еще с этого брать. Ну, пусть будет 30. Кто-то скинулся, хоть рубль там, хоть гривну на это все. Нет. А что же это народ так щиро с вами делится? Появился такой добрый кто-то, заплатил за эту социологию бешеные бабки, а теперь решил за бесплатно ею поделиться. Еще и оплатил пресс-конференции и там размещение материалов в СМИ. Ну, явно же не бесплатно. Вот так мы как-то не думали об этом процессе, Михаил. Как-то неожиданный для нас вопрос поставили. Вот так вот, да. То есть вот у нас, оказывается, вся страна меценаты вдруг стали, да, то есть вот социологи зарабатывают, кто-то тратит за это, вот эти меценаты приходят, дают социологам, потом еще и дают меценаты телеканалам и СМИ, чтобы это все разместили, а вы все это бесплатно потребили. Ёханый хлопай называется, да. Все это называется пропагандой, борьба. Вот и все. Но для меня что интересно? Для меня интересно в этом всем тренды. Ну, что может влиять? Давайте разбирать каждого. Голос. Какая база у голоса? У них действительно равномерно по всей стране. За счет чего? У услуги народа или у голоса? У голоса. У голоса. Это сейчас вот, знаете, все обсуждают этот голос. Зайдет, не зайдет. Ну да, потому что последние шесть лет они совершенно рано. Ну да, зимое поколение 2, то есть это известный фактор, да. Соцпартия 2,99, да, помнится при барьере в 3, было дело. Вот, то есть все это уже помнят, все это понимают, но что такое голос? Партия у них есть? Нет. А где же они взяли партию? Они взяли партию, им дали и в аренду. Кто дал? Dragon Capital дал. Где? По адресу, где зарегистрирован, там Dragon Capital. Что такое Dragon Capital? Это те, кто торгует нашими долгами. Ну, то есть, грубо говоря, чуть ранее он был куплен Соросом, по большому счету. То есть это те, кто рассказывает, что они вкладывают инвестиции. То есть это инвестиционный фонд, я так понимаю? Ну, видите, опять слово инвестиции. Я что-то думал, инвестиция это какое-то новое здание, завод там, технология, да. Оказывается, когда я беру в долг по 20% в валюте, это называется инвестицию мне дали. Я всегда думал, что это меня за задницу взяли, ну, а называется инвестиция. Ну, пусть будет инвестиция, да. Вот такие у нас инвестбанкиры. Вот. Инвестировали в государственный долг, вынули в 2 раза больше из государственного долга. Поскольку всякие там, товарищи в правительстве иногда говорят, что денег нет, значит, надо самостоятельно зайти в парламент, возглавить правительство, чтобы больше никто не говорил, что денег нет. Это у вас пусть денег не будет. А у нас деньги должны быть. Особенно, когда это долги. Знаете, карточные долги надо отдавать. Вот. Поэтому они ведут свою партию. Хорошо. Они сами говорят, партии меньше месяца. У партии меньше месяца, которые, собственно говоря, переименовали или забрали, я не знаю, у этого Dragon Capital. Знаете, как у нас принято там, заводы, пароходы, телевизор. Теперь в полный джентльменский набор уходит наличие собственной партии. То есть вот, без партии, ну, никак. Я еще, благотворительный фонд еще надо какой-нибудь, чтобы у каждого. Ну, иначе это не серьезно, знаете. Ну, вот, структуры есть? Нет. Структур? Нет. Идеология. Можете вот на скидку сейчас быстро сказать? Голос это. Ну, я виновата, не могу. Я думаю, что нет, никто не виноват, потому что в этой стране никто этого не может сказать. Но, тем не менее, вот. Идеологии нет, структуры нет, ядра нет. Защитить результат мы можем? Чем? Пальцем? Нет, не работает. А мобилизовать электорат в день выборов? Какой-то структурой, которой нет, тоже не можем. А электорат-то мобильный, он, понимаете, концерты же по всей стране происходят, особенно летом. Понимаете? Ну, я так образно утрирую, да. Вот. И, собственно говоря, и море манит. То есть, да и задницу же нужно оторвать, собственно, прийти проголосовать. Очень мобильный электорат. И вот это все факторы складываем. Явка в день выборов, она будет, скорее всего, ниже, чем была на президентской кампании. Структуры нет, ядра нет. Мобилизовать мы не можем свой электорат. Его мобильность, этого электората большая. Прочитать, где кто и как будет, мы не можем. Защитить результат тоже не можем. Ни хрена мы не можем. Все это называется рейтинг красной шапочки. Потому что, если мы сегодня включим вопрос, знаете ли вы, доверяете ли вы красной шапочке, я думаю, 99% скажут да, но только не проголосуют. Вот также у них медийный рейтинг, который не трансформируется в абсолютные цифры голосов. Просто не трансформируется. В то же время у Тимошенко, сколько бы я не рисовала, всегда вот этот эффект, помните, на каждых выборах парламентских ей не дорисовывают там от 3 до 5%. Ну вот нет, это можно легко проследить, это не то, что там фантазия какая-то, да. Почему? Потому что не доходит так глубоко социология, а в день голосования у нее есть ядро, есть структура, электрод не очень мобильный, его можно мобилизовать в день выборов, есть для этого возможность, есть возможность защитить результат. Все, вот оно и дает реальные абсолютные голоса. А эти абсолютные голоса при низкой явке конвертируются в еще больший процент. Подождите, по поводу защиты голосов хочу сказать. Вот вчера, например, Сергей Власенко заявил о том, что Петр Порошенко отдал приказ фальсифицировать выборы всем, на кого он еще имеет влияние, чтобы не допустить Юлю в премьеру и в коалицию со слугой народа. Вот такое неожиданное заявление вдруг сделал вчера Сергей Власенко. Ух ты же, ёхатый бабай, ну давайте посмотрим. Ну нет, в чем-то он, наверное, прав. То есть я думаю, что такое происходит. После того, как бывший товарищ президент вещал с колокольней, я начал за него очень сильно переживать. То есть в принципе, знаете, как в этом фильме, да. А что, он вещал с колокольней этого образа? Нет, он вещал с колокольней. Он реально пролез на колокольню, залез наверх и оттуда вещал. Это доконанный факт. Я не знаю, повлиял ли так плов, который он там пластмассовой ложкой ел до этого. Вот, покатавшись в поезде, постояв на остановке возле маршрутки. Но он реально вылез на колокольню. В каком-то селете-то там и вещал. Вот. Я точно это помню, потому что я всегда потом еще неделю интересовался. Слез ли он оттуда, то есть не сманивали ли его. Троллите вот вы. Я не троллю это. Слышу, причем. Не я же на колокольню вылез. Нет, я один раз в своей жизни вылез на колокольню в Чернигове. Причем, как вылез? Я за деньги вылез. Я спросил экскурсия наверх, там все. Бабушка снизу продавала билетики. Мы купили билетик. Зашли там в Чернигове, значит, колокольню. Оттуда можно обзорить. Это не так, как он через черный ход туда где-то лез. Но бабушка сказала, что вы только в колокол не звоните. Я говорю, почему? Потому что штраф, значит, тогда где-то было 5 гривен. Мы ей сразу дали 15. Сказали, что позвоним три раза. Ну, в общем, товарищ лазил. Поэтому я, собственно говоря, после этого всего могу ожидать. Услышат ли его? Вполне возможно, что да. Но можно ли не допустить или не дать Тимошенко стать премьером? Ну, давайте продумаем варианты. Хорошо. Может ли эта монопартия, или как там они себя называют, создать коалицию из самих себя? Знаете, это как... Бывает ли... Подпадает ли одиночный протест под понятие «мырного зебрання»? Ну, это вы круто загнули-то. Ну, от одиночного протеста... Вы, как правозащитник, круто загнули. Напоминаю вам. Мырный зебрання, хотя бы двое, да? Ну, это один. Он попадает или нет? Вот. Собственно, может ли создать коалицию монопартия? Он... Нет, не может. Потому что им надо регламент менять. Не может. Потому что они не берут сейчас, по данным социологии, не берут 50% плюс там мажоритарка и так далее. То есть, они не добирают. А формуют коалицию фракции. То есть, нельзя мажоритарниками, просто фракции. Нельзя, для этого надо регламент. Регламент изменить надо. В общем, ну, за месяц может и изменят, но посмотрим. Ну да, с другой стороны. В общем, в любом случае, к чему я веду? Товарищи, если вам не будет хватать хотя бы одного голоса, и этот голос будет у Тимошенко, вы можете мне сказать условия, при которых она не будет премьером? Ну, я нет. Знаю Юлию Владимировну. Знаю Юлию Владимировну. Если будет не хватать даже одного голоса, и он будет у Тимошенко, она будет премьером. Иных вариантов физически не существует. Или коалиции не будет. Но в таком случае начинает радостно аплодировать товарищ Гройсман, который, вы молодцы, потому что я остаюсь премьером, причем пожизненно, поскольку никакой коалиции не будет. Нет, подождите, надо коалицию в течение 30 дней сформировать же. Ну и что? Ну не сформировали. Раду года разогнать после этого нельзя. И что? А-а-а! То есть даже если не сформировали, разогнать нельзя? Нет, а как? Год нельзя. А, потому что досрочные же выборы. Да нет. В любом случае, Раду после выборов год нельзя разгонять. А-а-а! Ну и все. Так правда Гройсман тогда? Так правильно! Премьер что ли? Он пойдет тихонько. Он их интересует. Причем я бы на его месте еще, я бы на его месте Гройсмана каждый день выходил и спрашивал, так товарищи Зеленские, вы наконец-то откроете рынок с земли или нет? Я сейчас, если вы его не откроете, я сейчас все об этом расскажу. Илья Владимирович. Илья Владимирович. Представляете? Гады хотят продать землю. Ваша позиция. Ну то есть у него других вариантов нет. Потому что вопрос земли на самом деле ключевой сейчас. Ключевой, да. Сейчас я объясню в чем цемь этого ключа. Но Гройсман в таком случае Зелене говорит, это отлично. И я, честно говоря, его понимаю. В этом плане молодец. А тут еще и местные могут где-то выборы намутить. Кстати, да, на осень-то вот поговаривают. А тут Гройсман очень даже хорошо может сыграть. Потому что ОТГ у него. Потому что он децентрализацию делал. А она, если провести социологию, она пользуется действительно поддержкой и ассоциируется при этом с ним. То есть вот на местных. Вот тут даже, знаете, самые, скажем так, самые подозрительные к заангажированности, я думаю, согласятся. Потому что если посмотреть вот термин децентрализации, позитивная или негативная коннотация, будет позитивная. С кем коннотация происходит? С Гройсман. Поэтому тут вот у него здесь, ему главное вот до сейчас хорошо показать себя на выборах, а потом на местных он отлично стартует. А если еще и коалиции нет, то он вообще в королях. Понимаете? Хорошо, ладно. Если Юля становится премьером, я, в принципе, понимаю, что в стране все будет хорошо. Вот. Ну и можно как-то дальше что-то планировать. Если она не становится премьером, какие варианты коалиции? А как и с кого она может быть сформирована? Вариант вполне возможный, что она может быть сформирована широкая, так называемая, по принципу молдавская. Вот это, да, это ключевый вопрос. Широкая. Это с кем? Это с зажитя? С Виктором Медведчуком и его партией. Так давайте тогда честно выйдем. Я на одном из эфиров, когда Кива был и Анастасия Красносельская, да, хорошо знаю обоих. Они там начали что-то там пикироваться. Я говорю, давайте я вас помирю. Вот что вы пикируетесь? У вас офис в Николаеве по одному этому же адресу зарегистрирован в одной и той же комнате. У кого? У «Слуги народа» и у платформы «Зажитя»? Да. Да. В одной комнате, вот в Николаеве, да. Говорит, да, знаем. Ну, молодцы. Чего вы пикируетесь? Это первое. Говорю, второе. Кто вам сказал, что между вами коалиции не будет? Я в Молдове все видел. Он других вариантов не дарил. Вот, товарищ Илья, не даст мне соврать. Если главная партия, первое место, не смогла сформировать коалицию, то право формировать коалицию кому переходит? Второй партии. Второй партии. И вполне возможно, они ее соберут. Так они могут без вас собрать. У вас вариантов нет. Поэтому вы еще будете бегать проситься к ним в коалицию. Все смотрят на меня. Говорю, а что нет? Говорю, это математика обычная. Ну, вообще, никто вот так тоже не смотрел на ситуацию. А теперь садитесь и честно скажите, что вы готовы. Потому что вот эти крики, мы с Юлей не пойдем. Говорю, ваши там, вот, слуги народа. Это, знаете, из серии, как это, на зло врагу, там, закомпассирую билетики, но пешком ходить продолжу, блин. Ну, ходи, ради бога, пешком. Главное, билет закомпассируй. Ну, вот, собственно говоря, все остальное, твои личные проблемы. Я не понимаю, зачем вы себе в ногу стреляете. А если нет, тогда вот у вас вариант. А если вы не хотите, тогда они возьмут на себя эту инициативу, и они будут формировать. А потом вы будете бегать и кричать, а почему без нас? А давайте с нами. Еще и упрашивать будете. Вот, собственно говоря, вся картина. А что произошло, слуга народа, почему у них партия такая? Господи, слуга народа, партия, как партия. Она же должна на ком-то висеть. Я понимаю, что это купили бренд просто, тупо купили бренд. Тоже так же, как этот Dragon Capital отдал этому Вакарчуку. Это же какой-то тайны нет, они что-то не скрывали. Они зарегистрировали эту партию, как лицензию купили, грубо говоря, и положили себе на полочку. Ну, там же люди должны на кого-то это быть оформлены. На кого оформлено это было? На всех тех товарищей, кто были в партии регионов. На всех. Кто не на себя напрямую, те на детей своих пооформляли. Кто теперь рулит процессом? Все те же детки. А теперь мы удивляемся. Ух ты ж блин. А кто все эти люди, новые лица в этом списке? Ой, так это ж новые лица старых поп. Ух ты ж блин. А то жена, а то любовница, а то брат, а то кум, а то сват. А это лично он пришел. А это новое лицо. Да, да. Ну, самое новое. Только чуть угол поменялся. Чего ж мы удивляемся? Кто партию, структуру партийную, кто им держал и строил? У кого они ее брали? Кто ею сейчас рулит? А что, можно так просто поменять партийную структуру? Ха-ха. Когда она в руках у тех, кто профессионально знает, что такое покупки, партии и продажи. Ха-ха. Ну, ну. Ха-ха три раза. Вот мы и имеем то, что имеем. Теперь касательно земли. Просто на пальцы. Кто-то за продажу земли, кто-то против. Это все мелочи жизни. Я вам объясню, как это происходит. Современные государства мало отличаются от того, что было в 16 веке. Поменялся только антураж. Раньше мы смотрели тот же самый телевизор в лупу. А сейчас мы его смотрим вот такой плоский. Но это все тот же самый, поверьте, телевизор. Все точно так же. Ну, вот. Ну, принцип, по крайней мере, передачи сигнала и вот этого всего, он остался тот же самый. Теперь берем, значит, вот 21 век. А я говорю, нет, не 21, 16. А может даже, а когда был 16, это был 9. А вообще это все придумали еще за 500 лет до того, как история появилась. Ну, вот. Что происходит? Есть товарищи, которые земельку сапают. Вот они сапают, сапают, что посадились, ели там урожай, не урожай, помолились там. Ну, в общем, грубо говоря, сапают землю. На каком-то этапе появляется группа людей, которые не хотят сапать землю, но хотят пользоваться тем, что насапали товарищи. Ну, как в 90-х было. Создай проблему, предложи крышу. Все просто. Ничего не поменялось. Это хорошо. Приходят товарищам селянам, говорят, ой, селяне, надо дань платить. Селяне говорят, да пошел. Ясно. Не вопрос. Находят таких же в соседних селах. Говорят, значит так, я иду к тебе в село селян пугать, ты ко мне. Пугаем селян, а потом я им это, окормлю. Ну, а ты у себя. Отлично. Приходят ночью к селянам враги соседнего села. И давай им сапки ломать. Поломали им все сапки. Прихожу опять, говорю, ну что селяне, представляете, я же вам предлагал, буду защищать вас. Только вы мне, ну, а я найму товарищей, мы будем защищать вас, чтобы вы нормально сапочками работали. Надо. Вот так родилась система налогообложения. Потому что такие, как я, ну, не хотят работать. Хотят вот сапочку, чтобы принесли там, все сделали, все нормально. Появились такие вот товарищи, я их феодалы называю. Ну, их можно по-разному называть. Царь, император, феодал, там, кто угодно. Вася с водокачки и главный авторитет. Ну, то есть, не важно. Ну, вот. Товарищ себе сел. Ну, надо, чтобы не мешали. Надо же стенки какие-то возвести. То есть, мы начали там инженерные конструкции какие-то строить там. Построили замок там. Товарищи, выходишь там на балкон с утра. О, селяне в поле. Все нормально. Жизнь идет. Жизнь идет. Сопают, да. Ну, вот. Тут дружина у меня, значит, пасется, так сказать. Надо же как-то содержать дружину. Потому что, как только у меня в замке что-нибудь больше, чем у того соседа появится, этот сосед начнет плохо на меня смотреть. Подумает, что можно же ко мне прийти, а не к селянам. Что у них брать? У меня можно забрать. Значит, надо дружину окормлять. Надо трошки налоги поднять. Уже этот кадр тоже, блин. Ну, вот. В результате, кого охраняют дружины? Они охраняют товарища императора, который сидит в этом замке и окормляет это поле, где селяне работают. Вот, собственно, что происходит. Ничем система не изменилась. Помните, у нас была милиция? Ну, конечно, помню. Кто же забыл? А что такое милиция? Милиция – это когда селяне создают в себе отряды самообороны. Вот сами себе заплатили. Милиция – термин, да? Милища. Они создали, они охраняли. А что такое полиция? Что? А полиция – это когда я, как феодал, от имени государства, теперь мы все называем государством. Ну, есть территория. Какие-то денежки я им рисую, бери, я еще нарисую. Вот. Есть там замок мой и так далее, дружина моя. Так вот, эта дружина охраняет замок. Ну, то есть, я же говорю, это замок не только мой. Это государство. Я просто тут вот, ну, пребываю в нем. Ну, руковожу процессом. А это все государство. Вы не мне служите, а не государство. Я просто вот, просто управляю процессом. Так вот, милиция, она защищает их селян. А полиция защищает государство, то есть меня. Я никогда не знала, что, оказывается, есть такие интересные нюансы в терминологии. Да. Так вот, в этом и суть. Потому что есть нечто большее. Я начинаю рассказывать мифы, блин, этим селянам о том, что есть некое государство, они его не могут пощупать, но некое государство, которому вы должны, а, налоги, но будем вас защищать. Что? Феодал защищает государство? Хрена. Он защищает себя. Это первое. В первую очередь. Поэтому у нас вот все бункера только для правительства. Они себя защищают в первую очередь. Потому что государство это кто? В конце концов тот, кто может тратить. Функция отнять и перераспределить. Ничего плохого в этом нет. Потому что вся вообще функция парламента в любой стране мира и государства это отнять и перераспределить. Вот это называется бюджет или там как угодно это назовите. Отнять и перераспределить. Все, других функций нет. Далее наступает следующее. Защитить то, что мы перераспределили. Ну там приумножить там в чьих интересах и так далее. Ну и вот все, 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 все. Вот ничего не поменялось. Отсюда вывод. Есть люди, которые и есть государство. Никакая демократия там не работает вообще. Туда можно попасть только путем брака, преступления, войны, отжима или что-то еще. Никак вы не попадете в эти вот, вот, вот там пол, 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 пол процента тех, кто и есть государство. Никогда. Но, ну если брак удачный там или что-то еще, да. Вот. Но есть еще один процент. Один процент это обслуга. Потому что иногда я писаю, как кушаю и вот всякие вещи произвожу. А для этого нужно чтобы трубы работали, там селяне бегали, подносы носили, там, ну в общем чтобы порядок какой-то был. Кто-то же должен по попе дать неплохому селянину, того наоборот поощрить. Обслуга. Да. И очень важная функция. Кто-то должен доносить до селян линию партии. То есть должен выходить кто-то на балкон по утрам раньше с дудкой. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Там проснулся наш товарищ феодал и облагодетельствовал вас там значит правом, правом не 20 раз сопнуть, а правом 25 раз сопать в день. Это ваше исконное право 25 раз сопануть в день. Повезло. Повезло. Кто-то же должен подудеть. Ну вот у нас есть те кто дудят. Кто-то социологией подудел, то есть селяне. Ходят слухи, что наш феодал не пользуется поддержкой. Так вот вы ошибаетесь. Врут. Врут. Злые люди. Рога и копыта, независимая компания, которая недавно проходили мимо эти трубадуры, мы их остановили, они тут померили у вас. Так вот по этим данным 70 процентов поддерживают нашего феодала. Ну а как проиграть? Надо же популярный какой-то. Да, популярный какой-то. И каждый человек думает, может это я такой один не люблю феодала? Нормальный феодал на самом деле, что-то я так понимаю. Ничего не изменилось с того времени. Ничего. Более того, селянам прививается одна простая вещь. Знаете, как вот в интернете есть классная картинка, колесо и мышка или кто там, бурндук или кто там бегает в этом колесе, крутит это колесо, блин, хорошо нету потовых желез, а то бедняга в поте лица это все делает. Бегает и крутит это колесо. И вторая картинка, когда вот он стоит уже чуть-чуть постаревший, держит маленького брундучка, смотрит на него так, показывает на это колесо. «Когда-то это все будет твоим». Это издевательство просто. Это не издевательство, это правда. То, к чему это все. Я себя ловлю на мысли. Я приезжаю к бабушке, да, там, к Бориславу. Он говорит, Миша, а где ты работаешь? Я говорю, ты работаю. А ты ходишь с девяти до шести. А стаж трудовой тебе идет? А стаж идет? Самое главное. Я говорю, а зачем? Ну, чтоб тебе пенсию платили. Я говорю, а тебе сильно заплатили? Я говорю, ты хочешь, чтобы я так сказал? Я говорю, так я же понимаю, что не заплатят. Ну, что дальше? Ну, если заплатят, то это совершенно не то. То есть смысл мне тогда сейчас, если мне тогда не дадут, ну, когда я выйду на пенсию. Я говорю, и кто мне заплатит пенсию? Вот эти с клиповым сознанием, вот эти пионеры, которые работать не умеют, зато у них там в Ютубе эти Эмодиджи, Эмоди, Эмокуда. Вот эти, что ли, создадут дополнительный продукт? Это они заплатят мне пенсию? Люди, лишенные вообще, блин, мозга. Вот это поколение будет создавать мне продукт. То, что они могут проголосовать, я не сомневаюсь. Они еще могут пописать и покакать, сто процентов. Ну, еще проголосовать могут. Это я не сомневаюсь, да. Они что, могут создать что-то, что принесет потом деньги, чтобы содержать меня на пенсии? Нет. Дай Бог им, чтобы хватило здоровья их родителям, вытирать им задницы в сорок с чем-то лет. Вот это единственное, что я могу понять. И когда я это все понимаю, я что, должен что-то куда-то кому-то платить? Извините. А может работать? Может еще что-то? Но старое поколение считает, что именно так должно быть. Вот они в этой парадигме выросли. И мы смеемся, когда показываем эту картинку, вот когда-то это все будет твоим, это не смешно. Это целое поколение так выросли. И это во всех странах мира, не только у нас. Есть каста людей, которые селяне. Они должны не просто работать там где-то на земле. Но селяне это образно. Образно, конечно. Это я просто привяжу пример 16 века. Люди, которые работают. Да, рабочие. Они должны работать. Кто-то у станка, кто-то на земле. Главная фикция, они должны бороться за свое посполитое право работать на этом станке, на этой земле. Они должны за это бороться. Потому что если они перестанут за это бороться, они задают вопрос. А почему я пошел на земле? Какая уж разница где она? А живет вот этот товарищ там. Так вот, чтобы такие мысли в голове не рождались, я должен выходить каждый день говорить. Понимаете? Враги соседи хотят у вас это все отнять. Но мы не дадим никому отнять у вас ваше посполитое право сапкой и у станка. Я говорю, да, да, будем бороться. Вот так оно и происходит. На этом всем строится весь современный мир. Весь. А в этом современном мире уже новые надстройки. Когда я прихожу и говорю, слушайте, ребята, нахрена работает? То есть, грубо говоря, как развалить государство? Очень просто. Я прихожу и говорю, слушайте, у вас что-то умный сидит, ваш феодал, он гадкий, вы же его ненавидите, он же у вас налоги собирает. Чем же он вам хорош? Вот кровопивца, блин, такой. Сидит и кровопиец вас, понимаешь? Но я вам сейчас демократию расскажу. Новые лица, товарищи, новые. Этот вот кровопивца, он у вас вынимает много налогов. Это все херня. Более того, не дает вам развиваться. Он, понимаешь, вот это вот привязал вас к земле. Давайте вы продадите эту землю мне, например. Не-не-не, не мне, я не буду вам это рассказывать. Вы ее себе можете купить. А давайте мы рынок откроем, и вы точно купите землю. А может продадите. Я вам миллион дам, миллион. Миллион я себе еще нарисую. Ну дайте я дам. И вот этого кровопивца надо погнать. Но этот кровопивца, зараза, понимаете, он трошки понимает, что это такое. Он понимает, как это работает. Он понимает ценность земли. Он понимает, что деньги – это бумага, а земля приносит каждый день. Понимаете? Телевизор там и что-то еще – это развлечение. А кушать хочется всегда. Единственная ценность, которая есть настоящая – это вода, воздух, еда. Вот настоящая ценность. Вот. И он понимает еще одну вещь. Настоящая ценность – это тот, кто производит дополнительный продукт. Че-ло-век. А не то, что там где-то внутри. Все это херня. В крайнем случае можно у кого-то отжать. А человека – это вот что самое ценное. Поэтому, когда у нас отжимают лес там, что-то еще там выпиливают – это убить их мало, понимаете. Но хрен с ним, лес новый вырастет. А человека образованного, толкового, грамотного, с руками работящего, думающего – вы сильно вырастите? Нет. Вот их у нас и отжали. Весь мир отжал. Под видом демократии. А мы так радуемся. И продолжают. Да, и продолжают. Вот это самое ценное. Ну, ладно. Возвращаемся к демократии. Я говорю, вы знаете, а давайте я вам буду… Вы будете лучше жить. Я вам дам денег. На эти деньги… Ну, дальше я вам рассказываю про космические корабли там и так далее. И про Нью-Васюки. И про Нью-Васюки. И даю денег им даю. Это феодал. Он говорит, слушайте, так у нас экономика на дрожжах-то растет. И судит он… Ну, это не экономика на дрожжах растет. Это он растет, потому что в матрасе, куда он деньги складывает, которые я получаю. Вот у него лично. Вот он подымается над этим матрасом. Вот он растет, понимаете. Вот классно растет. Ну, и тратит куда-то. Ну, куда же он их потратит? Потратит тут. Где он их тут потратит? Он потратит вот там, кто ему дал. То есть, в моем глобальном мире. Он приходит ко мне. Ну, что-то и защитить он их, собственно, не может. Вот. Вот. Ну, и потратить-то некуда. Вот он у меня их и тратит. Я-то понимаю, что он эти бабки вместо того, чтобы селянам сапки купить, современные там какие-то комбайны и так далее. А он вместо этого что делает? Отлично. Молодец. Молодец. Давай. 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 Все это, короче, он наскирдовал. А потом прихожу я и говорю, вы знаете, товарищи, феодалы. Мне, в принципе, по барабану, как фамилия того, кто там сидит. Но я посчитал одну простую вещь. Бабки, которые я ему давал, он же давно принес ко мне обратно. Но долги-то, собственно, а… Давай посчитаем. Если твои селяне будут ежедневно в 10 раз больше работать за в 10 раз меньше денег, сможешь ты мне это все отдать? Нет. Понятно. То есть, ну, никак. Ну, никак. Ну, что ж, придется забрать тогда землю. Ну, а что делать? Ну, если… Ну, неэффективный ты собственник этого всего. Ну, вот. Ну, не можешь же отдать. Не можешь. Ну, а будешь себя плохо вести? Все то, что ты у меня тут наскирдовал, мы, понимаешь, мне кажется, коррупционер. Серьезный коррупционер. Вот эти вот двое селян, которых я назначил борцунами с коррупцией, за мои же деньги, они сказали, что ты серьезный коррупционер. А учитывая, что СМИ тоже мне принадлежат, сейчас я им помогу, и вот этот вот товарищ Струбой всем объявит о том, что ты главный коррупционер. Вот эти двое свидетелей. Вот два свидетеля у меня есть. Вот так работает весь этот глобальный мир. Коррупция – это основа отжима государства. А теперь, почему новые лица? Понимаете, когда я буду феодала это забирать, умного, коррумпированного, гадкого, кровопивца, блин, его ненавидит никто. Он, зараза, умный, понимаете? То есть вот он будет упираться, он будет что-то рассказывать. Зачем? На дурака не нужен нож. Ну вот зачем мне вот это все? Я делаю очень просто. Я прикажу, говорю, товарищи, старое же лицо, блин. Знаете, новое. А есть у вас какой-нибудь Селенин потупее? Есть! Вот! Иван дурак, блин. На печи ездит. Ни хера работает. А что, нет? На печи ездит. Песни поет. Работать не хочет гаденыш, блин. Даже не знает, по чем там дрова у него. Сколько мы там в месяц за дрова платим. 250. Он не знает и все. Ну, зачем? Ну, там подкидывают в печку. Ездит, поет нормально. А давайте его поставим феодалом. Вот классный же феодал. Новое лицо. Вот эта идея новых лиц. Я считаю, классные. Люди любят. Такое же любят. Ну, такой веселый. Классно. Давайте его. Давайте. И они сами. Ни я прихожу с мечом снести этого. Негодного. Кровопивцу. Нет. Они сами голосуют за этого Ивана. Выносят этого товарища. Ну, вынесли. Бабки-то у меня уже его. Ну, отдал ее у вас. Поставили этого Ивана. Прихожу я к Ивану. Говорю. Понимаешь, Иван. Дело такое. Денег мне должны очень много. Понятно, что это ваш этот старый. Мы его засудим. Даже по заднице дадим. А хотите, можете четвертовать его в принципе. Ну, то есть. Такое дело. Ну, какой-то концерт. Цель гуманизма. Цель гуманизма. Какой-то концерт. Но долгов от этого больше не станет. Больше того. Понимаешь, дружище. Работать ты не умеешь. Твои селяне. Тоже как-то вот. Ну, в общем, короче говоря, сколько вы мне будете? Лет 20 отрабатывать? Ну, это как-то долго. Есть предложение. Я забираю землю. В конце концов, теперь это мои проблемы. Ну, то есть я же понял, что больше ничего у вас произойдет. А я на ней буду делать так мне надо. Я завезу сюда два джундира, которые у меня там стоят. Собственно, твоих селян они мне больше нахрен не нужны. Ну, чтобы они не сильно плакали, я им дам по 10 гривен. Ну, они же продадут мне землю. Ну, я же не умею просто прийти. Ну, это же рынок. То есть надо же покупать, продавать. Ну, всякая такая херня, да? Вот. Я им завезу. Тут у меня уже джундиры стоят. Селяне твои, мне, собственно, нафиг не надо. Вот. Но забирать я же не хочу. Я же не кровопивца. Я же хочу, чтобы они сами захотели мне отдать. Знаешь? Сами захотели Ивана дурака посадить туда? Сами. Молодцы. Аплодируем. Сами. Это же не я вынес этого кровопивца. Ну, гад кровопивца. А теперь они должны мне сами землю захотеть продать. Чтобы не я, а они меня просили. А это значит, что я им должен денежку показать. Ум. 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 Ты должен разрешить селянам. Кстати, селяне требуют. Вот, видишь, я им показал денежку, теперь они от тебя требуют. Я говорю, я бы дал вам денежку, но ваш этот вот товарищ, Иван, на печи, он, понимаешь, не хочет вам это разрешить, взять у меня денежку. Гад Иван, блин, требуйте от него. Требуйте возможности продажи вашей земли. Я говорю, ай, найешь, блин. Иван, етить-то деньги. Ну, конечно. Деньги-то зайдут в страну. Отлично. Я на тебе эти флантики. На. Земля моя? Моя. Так, хорошо. Теперь мне надо как-то гарантировать, что вот эти вот товарищи тут революции делать не будут. Земли у них уже нет. Фантики я им дал. Куда они с ним фантиками пойдут? Потратить они их не могут. Они все ко мне утекут, эти фантики. Ну, в общем, фантики чуть позже мы заберем. То есть, куда же они денутся? Фантики заберем. Теперь мне тут надо два джундира. К ним нужна охрана. Милиция у вас была, да? Это они селянки позащищали. Вы знаете, надо, государство это высшая ценность вообще. Надо делать по лицу. Потому что надо защищать порядок, закон и порядок. Надо защищать. Вот. Государство это высшая ценность. Вот так вот. Поэтому мы делаем по лицу. Не вас селяне, товарищи, защищите, а государство. Государство. Это я теперь. И вот эти два джундира, которые заехали, будут тут работать. А вы тут, ну, в общем, в принципе, в принципе. Вот. У меня еще есть Лесота. Я чуть раньше ее купил. Вот. Вы можете поехать туда в плане трудовой миграции. Там, кстати, чуть больше платят. На полтора фантика больше. Что вы тут сидите? Штаны протираете. Вот там, в Лесота. Ну, можно не в Лесота, можно кое-нибудь туда. В Польше очень много грядок открылось. Свежих. А ну марш туда. И отлично. Селян нету. Фантики вернулись. Долги, которые я им давал, они нуждано у меня. Этого кровопивцу четвертовали. Иван дурак сидит себе сверху, не мешает работать. Джон Дир и Пашут. Земля моя. Коммунист. Вот такого вывода я не ожидал. Отлично. Вот, собственно, что происходит. А теперь оглянись вокруг. Нет? Не это? Не это? Ну, все чуть более комплексно. Для того, чтобы Иван дурак его поддержал, нужно, чтобы селяне не задумывались о том, Земля круглая или квадратная. Вот скажите мне, а зачем селянину с сапкой знать правду о законе мирового всемирного притяжения? Как это повлияет на него? Зачем ему знать, с какой силой Луна притягивается к Земле? Вообще, Луна круглая или нет? Я считаю, что это вообще голограмма. А что я смеюсь? Я считаю, это голограмма. Откройте Ютуб. Очень много фильмов серьезных с просмотрами по 200 тысяч. Что на самом деле это просто плоский бубен. Когда на него приземляется какой-то космический аппарат, вот идет, трясется этот бубен. Это просто плоский светящийся бубен в небе. Почему вы смеете? Вы в школу ходили? Да, я ходила. Вы знаете, а последние 30 лет... Я на пять училась, между прочим. По пятизначной системе. А последние 30 лет в школу не ходят. Не, ну ходят. Это знаете, как это дневная группа, стационар для особо отставших, потому что родителям где-то надо днем работать. Нельзя же их лишать сапки. А если они будут с детьми с сапкой, они работать не будут. Значит так, надо с сапкой они идут работать, а деток мы сдадим посидеть где-нибудь целый день. Пусть посидят. Ну, пусть в телефоне посидят, там еще в чем-то. Зачем нам образование? Я вообще не понимаю, зачем человеку с сапкой знать о том, что луна не бубен. Я считаю, что луна бубен. Вот пусть он в это верит. Вот и все. И чем чаще они будут думать, что Земля... Кстати, это теория заговора. Вы были в космосе? Кто вообще сказал, что Земля круглая? Вы смеетесь? Да, я смеюсь. Серьезно? Я знаю очень высоких чиновников в ОБСЕ, которые на полном серьезе рассказывали мне, что это все теория заговора. Земля плоская. Ладно, это вы сейчас смеете. Вот вы сейчас смеете. Клянусь. Клянусь. На полном серьезе. Я все думала, как вот перейти к одному из главных следующих вопросов, на всякий случай к вам как правозащитнику, но вот вы меня подвели. Михаил, но я все-таки... Это фантастическое все, что вы сейчас рассказали. И я хочу сказать, что это совсем не весело. А в чем фантастика? Я что-то не то описал? Нет, вот вы описали, к сожалению, много все так есть, но просто это грустная история. Она грустная? Почему грустная? Ну потому что грустная. Потому что вы не можете переступить через себя. Знаете как? А надо? А это извечный вопрос. Это извечный вопрос. Потому что в этой жизни есть те, кто exercise power, те, кто имеют власть по праву, которое они сами себе придумали. Им плевать на то, что вы об этом думаете. Есть 1% обслуги, который будет защищать тех, кто там. Любыми способами. Потому что это возможность окормляться и быть свободным, и жить во. Ну, то есть с трубой. Будет защищать этот замок. Потому что трубить по земле, бегать, это ботинки могут сместись. А вот с балкона очень даже нормально трубить. Поэтому будут. А 99% будут либо крутиться. Может гильдию какую-то создадут. Ну, ради Бога, будем там договоримся. А с ней создадут вперед. Вперед. Вы должны бороться за право работать на этом станке и сопать эту землю. Причем за это право вы должны умереть там. Вот собственно так. А что не так будет? Что они с трудовым кодексом тут мне сказали? Когда прибежал товарищ Зеленский, блин, с криками, блин. Уволить этих четверых. Уволить. Уволить, я сказал. Куда ты уволить? И народ, блин, классно. Уволить этих кровопивцев вот эти на таможне. Кровопивцы. Уходи. Я говорю, серьезно? А вот если мне такое он сказал? Я бы сказал, пошел ты гзот читать. Гзот иди читай. Ты же юрист. Ты же не комик. Ты же юрист. Юрист. Гзот читал. Конституцию. Ну. Шары-мары. Он мне скажет, а нет. Вы такие как ты эти мудро гели, блин. Вот это кровопивцы, блин. Не надо мне это читать, блин. Уволить всех. Ааа, уволить кровопивцев. А завтра приходит какой-нибудь другой кровопивца. Говорит, так. Вот ты, ты и ты. Я же. Чтобы вас тут не было. Говорит, аааа, где трудовой, где амбудсман? Защитите мое право на труд. А я говорю, а ты цивильноправогеведносаны. Ааа, только в суде пойдете. Ой, так я же маленький, а суд большой. У работодателя много денег, а у меня нету. А как же я защищусь? Я говорю, как? А вы позовите таких же, как вы. Включите ролик Зеленского, который мой. И начинаете аплодировать. Выгнать этих кровопивцев. Выгнать. Аплодируйте. 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 Потому что вы только что аплодировали тому, что завтра выкинут вас. А вы будете кричать, а мне за что? А вот за то. И так будет с каждым. Потому что только вот этот советский. Его кричат. Советский экзот. В печку его этот экзот. Советский. Не дает развиваться нашей экономике. Идите. Я думаю, что же еще так мешает развиваться нашей экономике. Какие-то советские экзоты мешают. Права в Конституции мешают. Помните заявление, когда сказали, мы Конституцию менять будем. Вы знаете, очень много прав прописано всяких. А механизмов то нету. Посмотрите, реальность то другая. Медицина есть у нас бесплатная? Нету. Жилье есть бесплатное? Нету. Какое же мы социальное государство? Нету этого всего. Врем. Значит так, вынести это все из Конституции. И тут я прозреваю. Охренеть. Я всю жизнь думал, что во власть идут те, кто знает механизмы реализации. То есть, если попередники не смогли, то наступники идут во власть, берут ответственность. Потому что они знают, как это все реализовать. Не зря же мы это в Конституцию написали-то. Оказывается, нет. Они идут туда, чтобы выкинуть это. И теперь у меня родилась классная фраза. Я всегда ее говорю. Если там что-то, я говорю, я же не Зеленский. Знаете как? Это и Зеленский может вычеркнуть. Нет статьи – нет проблемы. Нет гзота – нет проблемы. Законного службы еще какой-то придумали. Нет законного – нет проблемы. Вообще не понятно, зачем Конституцию несут. Недавно оказывается виноват во всем не конкретный преступник в тоталитарном режиме. А мой любимый серп и молот виноват. Оказывается, вот эти символы. Вот эти символы. Я вчера своим коллегам во Франции, в Германии, во всей Европе, в Швеции. Я говорю, слушайте, вы в курсе, что вы тут со своим профсоюзным флагом к нам не суетесь? У вас тут уже быстренько наш. Это, оказывается, не злые люди конкретные преступления делали. А вот это символ делал. Символ делал. Символ. Понимаете? Конституционный суд сказал символ делал. Ну, и что я должен? Я должен дальше читать? Я сказал, что… А, нет. А я решил самозабанить сайт Конституционного суда. На хрена мне бред читать? Чуть раньше я самозабанил… Вы пошли неожиданным путем. Да. А потом я самозабанил сайт Верховной Рады после того, как там появился закон про ненужных людей. Про иллюстрацию вы имеете? Да. Нет. Это закон про ненужных людей. Как это про ненужных? Ну, так. Статья первая. Ненужными людьми объявляются все попередники. Они называются козлами, которые мешают нам жить. Ну, а как по-другому? Это вы сейчас цитируете Виктора Янукова? Нет. Я Зеленского процитировал. Он же внес это. А мне спрашивают, какая бисова сила мешает тебе? Ну, если ты искренне хочешь такую иллюстрацию. Нахрен же ты этих Брамаевича, этого второго с Лондона… Данилюка. Данилюка, да. Поназначал. Ну, так иллюстрируй их. А, и этих… Кстати, Рябошапка там где-то работал. И этот, как его… Главный у него. Богдан. Тоже был где-то в Минюсте. Ну, жалко, никто не додумался спросить у Лавриновича, за что их оттуда попросили обоих. Но они расскажут, что это злочинный режим. И их несогласие с мнением злочинного режима. Ну, не важно. А если ты закон подаешь, а тебе Рада не хочет. Вот плохая Рада. Ты же подал за 4 минуты, до того, как она закрылась. Ну, естественно, плохая Рада, конечно. Но раз ты уже умудрился целый закон написать. Проект. Угу. Угу. А что ж тебе мешает прямо сейчас их иллюстрировать? Покажи эту бисовую ссылку, которая тебе это мешает сделать. Нету? Ну, не смешно никому. У меня все классно, да? Закон про ненужных людей. Гзот в печку. Конституцию. Это лишнее. Выкинем. Все же нормально. Аплодируем. Ребята, продолжаем. Продолжаем. А когда коснется каждого. А, этому. Баканову сейчас позвоню, с этим чертом разобраться. Встал и пошел. Аплодируем. Аплодируйте. Когда завтра позвонят по вас, вы будете кричать а мне за что? Аплодируем. Аплодируем. И до тех пор, пока мозги. Хотя, о чем я? Аплодируем. Мне нечего добавить. Я буду долго думать над тем, что сказал Михаил. Михаил Чеплого был сегодня у нас в гостях. И я хочу напомнить, что Михаил Чеплого не просто политтехнолог. Мы его очень хорошо знаем как правозащитника много лет. Он занимался правозащитной деятельностью. Кстати, можно? Позвольте последний вопрос сразу по ходу. А как вы думаете, моряков-то вернем до выборов? Вернем. Я думаю, вернем. Потому что они, к сожалению, стали разменной монетой. Как у предыдущего. Знаете, их отправили на верную смерть просто потому, что кому-то так хотелось остаться президентом. Это, если честно, их отправили заложниками туда. И я надеюсь, что тот предыдущий президент и те, кто это делали, понесут за это ответственность. Это первое. А вернут их, потому что сейчас нужно баллы наигрывать. Зеленский должен сказать, что он успешный. Поэтому вот он не побоялся самому Путину позвонить. Ну, вернуть моряков. А Медведчук должен сказать, ну это же я ему сказал. На прямые переговоры. Сколько раз ему говорил? Но. Но. 11-го числа моя партия вышла и сказала, надо прямые переговоры. 11-го числа он снимает трубку и звонит. Путин. Молодец. Хороший мальчик. Возьми конфетку. То есть Медведчук свое возьмет. Скажет, потому что это мы же все это обеспечили. Протоптали дорожку. Сказали, как делать. И Зеленский, который взял и сделал. Ну вот. Знаете, я абстрагирствую это все. В конце концов, меня интересуют конкретные моряки. Пусть они вернутся домой. Какой ценой это уж. Пусть они вернутся домой. Я поддерживаю в этом очень Михаила. Михаил Чеплыга был сегодня у нас в гостях. Михаил, спасибо вам еще раз огромное. Пожалуйста, давайте с нами. Это был Укрлавтий. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok